Вот мы представили элементы через степени примитивных. А теперь посмотрим, образуют ли сопряженные с альфа нормальный фазис. Как это посмотреть? След у нас есть один. Как? Найти его след на поле на два. И что нам след даст? Надо проверить, являются ли они линейно-независимыми. Хорошо. Значит, выпишем сопряженные с альфом. Думайте. Так, альфир, вы можете сказать, да? Какие это элементы? Альфа, альфа квадрат, альфа четвертый, альфа восьмой. Да. Как узнать, являются ли они линейно-независимыми? Просто их переписать в полиномиальном. А возьмем их в полиномиальном базисе и посмотрим, являются ли линейно-независимыми эти вектора. Ну, выпишем их. Идите, альфир. Вот их четыре штуки. Выписываем их в полиномиальном базисе. Альфа. Альфа квадрат. Альфа квадрат. Альфа квадрат. Альфа квадрат. Плюс альфа. А как это все-таки проверить на линейную независимость? Надо выписать матрицу из вот этих вот представлений в полиномиальном базисе. Ну, через единички и нолики. Посчитать ее рамку. Да. Альфа квадрат. 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 Ну, если мы все три верхних строки сложим, прибавим последнюю, то что мы получим? Нет, все три верхних, прибавим к последней, нет, верхняя остается, все три верхних остаются, это явная линейка независимая вектора, да, значит, ноль, ноль и один, да, ну и можно еще, чтобы убрать последнюю единичку, да, прибавить нижнюю церковь, то есть, кто над ней, ну и получится, в общем, линейно независимая, рамки четыре. Мы можем их переставить так, чтобы все было красивенько, чтобы единички шли по диагонали. Все видят, что это линейно независимая вектора, вот, рамки четыре, значит, вот сопряженные с альфа образуют нормальный базис. Вот теперь давайте все элементы выпишем в нормальном базисе. Вот в этом самом нормальном базисе. То есть, как линейную координацию вот тех вот сопряженных элементов. Ну, некоторые у нас уже в нормальном базисе. И будем сразу это выписывать в виде двоичных векторов. Вспомним, как у нас элементы представляются в нормальном базисе. У нас младшая компонента слева. У нас идет коэффициент при альфа, потом правее при альфа квадрат, еще правее при альфа в четвертой и последний при альфа в восьмом. Это понятно? Да. Непонятно, да? Смотрите, вон у нас вверху написан нормальный базис. Вот. В нормальном базисе у нас слева стоит младший коэффициент. То есть, коэффициент при альфа слева, потом при альфа квадрат, при альфа в четвертой и при альфа в восьмом. Ну, у нас только альфа в восьмой, да? То есть, вот эти базисные мы можем прямо сейчас выписать. Там будет по одной неделе. И единичку. Как единичка в нормальном базисе представляется? Все единички, помните, мы доказывали. Да. Вот. Не съезжайте вправо, у нас там места не хватит. Да. Хорошо. Спасибо. Ну, еще какой-то один элемент. Посчитайте. Альфа квадрат плюс один, да? Нет, это альфа плюс один. Альфа плюс один. Значит, альфа мы знаем, как представляется в нормальном базисе. А единичка, то все единички. Складываем просто к сорам эти два метра. Значит, роль, один, два, два. Так, остановимся. Кто не понял? Кто понял? Никакого из них. Значит, это элемент тот же самый, неважно в каком базисе. Это альфа двенадцатой. В полиномиальном это альфа плюс один. В нормальном альфа это у нас один, ноль, ноль, ноль. Единичка это один, один, один. Складываем эти два вектора. Понятно? Хорошо. Кто тут у нас? Сычева. Идите к доске. Не хотите? Ну, посидите еще немножко. Смирно. Ну, мы будем разбираться. Смотрите, вот эти все матрицы. Ну, берем альфа в девятой, так? Альфа в девятой. В полиномиальном базисе чему равен? Запишите. Альфа в девятой, альфа в девятой. Альфа в девятой. Значит, что это? Альфа в девятой? Нет, это не альфа в девятой. Смотрите, справа у нас коэффициент при единичке, потом при альфа, потом при альфа квадрат. Альфа в девятой. Альфа в девятой. хорошо в нормальном базисе альфа квадрат как это исходяется? а единичка? нет, это полиномиан а в нормальном это все единички входить надо на занятия значит складывайте ну вот так вот так хорошо альфа в тринадцатой альфа квадрат плюс альфа альфа квадрат плюс альфа хорошо, как это запишется в нормальном базисе? чтоб вы может написать сначала расположить так коэффициент при альфа а потом при альфа квадрат при альфа квадрат? а ну да, правильно я не видел Хорошо. Вот. Теперь поняли? Садитесь. А вам, типа, есть альфа-куб? Ну, допустим, на 1, 0, 0. Ну, вот идите, Власенька. Альфа-куб. Сейчас будем думать, как его представлять. Альфа-7 можно представить. Значит, это альфа квадрат плюс альфа. Альфа-куб. Альфа-куб. А у вас есть же вот для... Вы знаете, для какого полинома альфа есть корень? Так что, какой альфа-куб? Ну, смотрите. Альфа-четвертый плюс альфа-куб плюс 1 это 0. Альфа-корень этого многочлена. Запишите. Подставьте альфа. Подожди его корень. Альфа-четвертый плюс альфа-куб плюс 1. Равно. Альфа-корень. На сих порень мы подставили, мы получаем 0. А, 0. 0. Отсюда альфа-куб. Альфа-четвертый плюс 1. Альфа-четвертый плюс 1. А, все, мы платили. Альфа-корень. Альфа-четвертый. Получаем 1. 1. Правильно. Альфа-корень. Альфа-четвертый плюс альфа-квадратный плюс альфа. Альфа-четвертый плюс альфа. 1. 0.1. 0.1. 1. Да, нет. Вы правильно написали. Сказали. хорошо, садитесь кто тут у нас еще не был глазинковые были, да? а, вы что посажили? икис альфа у нас уже есть нет, это у нас альфа восьмой давайте напишем отдельно альфа в пятой равно а теперь вы видели второй столбик я неправильно сделал вам для альфа в десятом вы неправильно сделали ну давай otur вот нерв generally сиян альфа десятая альфа куп плюс альфа да, при альфа там точно оно единоры альфа еще раз Альфа куб у нас вот так вот, плюс альфа 0,1, 0,1. Да, вот так вот. Есть вопросы? Хорошо. Теперь вы пишите альфа куб в виде электро. Альфа куб. Нет, по лимонярным вазисам это же не так идет. В нормальном, то есть мы работаем, да? Нет, альфа не так. Альфа у нас первый, слева и лимон. Первый коэффициент слева, коэффициент реал. А, в чем? И единичка. Это же мы в нормальном выписываем. Итак. Альфа в четырнадцатом. Слушайте, а мы же умеем подносить до квадрата по нормальному базису. У нас есть альфа в седьмом. Так мы можем альфу в четырнадцатом полагать. А как до квадрата в нормальному базису подносите? Как ни грамотно не шкодит. Хорошо. Цикличный ссум на одну позицию вправу. Ну, таким чином. Это альфа в четырнадцатом. Альфа в четырнадцатом. Альфа в четырнадцатом. Значит, це Афа ку плюс Афа квадрат плюс Афа. Афа ку у нас вонят. Афа квадрат плюс Афа. Ну, так, как будет. Топ-топ. Афа в одиннадцатом. Продолжение следует... Продолжение следует...